Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня, на мой взгляд, по крайней мере, тема для меня тоже достаточно интересна и близка. Сегодня такое знаменательное событие, потому что мы сегодня собрались не просто так, хотя, в принципе, мы никогда просто так не собираемся в эфире Сухого Остатка, но, тем не менее, у нас сегодня есть специальный повод. Ну, во-первых, мы сегодня будем обсуждать рынок Форекс, его перспективы развития в Российской Федерации, ну, и, наверное, не только это, потому что тема достаточно интересная и глобальная, я бы даже сказал. И, соответственно, да, на предмет, поскольку наши слушатели люди деловые, преимущественно, я так предполагаю, ищущие возможность заработать на изменении стоимости активов на разных финансовых площадках, вот очень часто как раз рынок Форекс бывает им интересен. Хотелось бы в деталях сегодня поговорить о том, что это такое, как он работает, ну, и еще раз повторю, как он себя чувствует в Российской Федерации непосредственно. Итак, перспективы рынка Форекс в России. Тема сегодняшнего остатка. И я представляю своих гостей. В студии Дмитрий Лукашин, начальник управления по операциям на финансовых рынках Первого клиентского банка. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, Олег. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И в студии Кирилл Агеев, вице-президент Альфа Форекс. Добрый день, Кирилл. Добрый день. Уважаемые слушатели, я напомню для вас, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, позвонив по телефону, телефон студии 6510996, код Москвы 495, либо написать на нашем сайте, адрес которого финам.фм. Собственно, звоните, пишите, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну что ж, начнем наш разговор. Если позволите, Дмитрий, вам первый вопрос. Я бы даже сказал, пока без аргументаций, без аргументов, потому что аргументы мы, наверное, озвучим чуть позже. Вот если коротко просто дать ответ на вопрос, заявленный в названии программы. Каковы перспективы рынка Форекс в Российской Федерации? Вот как вы смотрите, как профессионал? Ну, на самом деле перспективы уже проглядываются, почему? Потому что за последние три года на этом рынке большой прирост клиентов, которые интересуются данной финансовой услугой. А почему за последние три года? Ну, статистика просто, да? Статистика, да. То есть количество клиентов растет уже в геометрической прогрессии, потому что рынок формирует все больше и больше спроса к нему. Вот. И, в принципе, перспективы развития в рамках Российской Федерации, они здесь очевидны, потому что самая главная тема сейчас, которая остро строит и обсуждается на всех формах и площадках, это регулирование данного рынка. Это тема, которая позволит сделать рынок полностью легальным и прозрачным абсолютно для всех его потребителей. Вот. И перспективы развития рынка в целом заключаются в принятии закона о регулировании, вот, как можно быстрее. Это выгодно и всем участникам данного рынка, брокерам, которые предоставляют, в том числе и банкам, которые предоставляют эту услугу, потребителям этого рынка, клиентам и непосредственно государству с целью увеличения доходов государственного бюджета. Я понял. Я понял. Это очень интересная тема, да, мы обязательно сегодня ее еще раз коснемся по поводу регулирования этой сферы в финансовых рынках. Но, тем не менее, вот о перспективах я так понимаю, да, что пока Форекс в России не регулируется, он малоперспективен, да, так, логика так выстраивается. А если какой-то регулятор будет найден, да, если какие-то правила игры будут установлены, соответственно, это даст возможность... Нет, для клиентов он перспективен уже, потому что те сервисы и услуги, которые предоставляются, они являются полноценными, да, абсолютно. То есть регуляция необходима для того, чтобы рынок стал прозрачным и для того, чтобы клиент, выбирая того брокера, через который он хочет работать... Ну, сначала тот рынок, да, на котором мы хотим, потому что я очень часто слышу именно такое, Кирилл, смотри, ну, мои коллеги там какие-то, да, слушатели наши говорят, вот я на бирже, да, торгую на бирже. Я говорю, а есть еще Форекс? Он говорит, нет, непонятно вообще, что такое Форекс, где мои деньги, да, чего там происходит, у кого я покупаю, кому я продаю? И вот начинаются такие сомнения, потому что биржа все-таки это вещь такая достаточно, да, ее потрогать руками, условно говоря, можно, а Форекс не потрогаешь. Но я вернусь к тому, о чем Дима сейчас сказал, статистика за три года, но Форекс в России, насколько я знаю, он все-таки, да, чуть... Очень давно, на самом деле. Постарше, намного, конечно. Да, да, так вот на твой взгляд перспективы все-таки. На самом деле, согласен с Дмитрием, что в последнее время, в последние несколько лет Форекс развивается не только в плане предоставления услуг от дилинговых центров, потому что они, безусловно, являются лидерами этого рынка, но на этот рынок пришли банки. То есть банки, в принципе, пришли уже давно, то есть там в начале двухтысячных они уже стали так или иначе заметны, в том числе и Альфа-банк. Если позволишь, да, я просто хотел уточнить, на этот рынок, то есть на рынок какой? Предоставление услуг в рознице. Мы не говорим о межбанковском. Форекс это межбанковский. Конечно, банк по определению, он там существует. То есть если мы говорим о банковском Форекс, то мы, в принципе, можем сказать, что это, скажем так, название услуги, а не термин, который определяет, вот есть банковский, есть небанковский. Небанковский совершенно. Форекс это изначально банковский и будет оставаться, скорее всего, только банковским рынком. То есть это внебиржевой банковский. Ну, по определению, да, потому что о чем идет речь, да, Форекс, что такое? Форекс это обмен валюты, да, Форекс. Совершенно верно, некое информационное пространство, да, если говорить простым языком для пользователя, да, то есть где запрашиваются, предлагаются цены, да, там, валюты. Вот, поэтому именно вот исходя из этих всех формулировок, да, то, что вот действительно мы не привязаны к какой-то конкретной бирже территориальной и так далее, мы можем поторговать круглосуточно, да. Мы, сейчас я говорю о нас как о физических инвесторах. Совершенно верно, то есть как о частных инвесторах. Мы имеем представление, в принципе, что такое валюты, да, мы знаем, что такое рубль, что такое доллар, ну, каждый из нас когда-нибудь доменял деньги в обменном пункте. То есть можно сказать, кстати, да, что я участвовал, я в операциях на рынке Форекс принимал участие, потому что я был в обменнике. Ну, естественно, поэтому любому из наших граждан в России особенно, да, понятно, особенно тех, кто застал там 90-е, да, когда этот вопрос стоял. Совершенно, я обычно тоже такая шутка, ну, черный юмор такой, да, вы помните, если посмотреть несколько далее, да, 90-х годов, советская такая уже наша прошлая. Все-таки то, что происходит на валютном рынке Форекс, да, называется валютной спекуляцией. Мы по этому поводу улыбаемся, что, да, в советские времена... Спекуляция плохо, а сейчас это действительно спекуляция. Совершенно верно, за это, да, давали приличные срока, как говорят специально. А сегодня это даже перспективно. А сегодня это нормальная спекуляция, как любая другая. Совершенно верно. Поэтому, собственно, народ потребителей тянется к этой услуге. То есть мы не говорим о том, что рынок слишком прост, вот кто хочет, тот и может. По сути, по сути, он прост тем, что порог входа в него низкий, то есть можно начать буквально в некоторых компаниях с доллара, да. Ну, вопрос целесообразности второй вопрос, но порог входа все-таки низкий. Это, кстати, очень интересная тема, почему, да, почему, допустим, приходя на биржу, да, там, я не знаю, на срочный рынок или на какие-то американские, в смысле, западные площадки, порог входа, да, минимальный размер депозитов все-таки прилично выглядит, да. А на Форексе, и сразу, вот, на мой взгляд, психологически, да, и сразу у многих, наверное, создается ощущение, что это вот что-то такое несерьезное. Ну, что же, что это за инвестиции, да, начиная с доллара совершенно? Ну, знаете, я отвечу честно, это чистой воды маркетинг. Так. Это чистой воды маркетинг компаний, лидеров рынка, да. Дорого, здорово. Поэтому... За честность тебе спасибо прежде всего. Ну, для этого мы, собственно, здесь собрались, чтобы быть честным. Говорить откровенно, конечно. И в этом нет ничего плохого. Кирилл, прошу прощения, мы сейчас прервемся, новости на Финам.ФМ послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир с сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Дмитрий Лукашин, начальник управления по операциям на финансовых рынках Первого клиентского банка. И Кирилл Агеев, вице-президент Альфа Форекс. Говорим мы о перспективах рынка Форекс в Российской Федерации. Говорим, как предложил Кирилл, я с ним согласен. Говорим откровенно, говорим честно. Говорим правду, да? Ничего, кроме правды. Да, да, да. Ну и в дальнейшем давайте мы сейчас, собственно, в деталях эту тему многократно еще раз обсудим. Опять с точки зрения потребителя, конечного потребителя, потому что наверняка это справедливо. Вы занимаетесь именно предоставлением розничных услуг на этом рынке. И хотелось бы понять, как все это дело работает. Я напомню для наших слушателей, они могут присоединиться к нашей беседе. Телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Кирилл, вернемся, да, к твоему рассказу. Мне понравилось, еще раз повторю, вот эта фраза по поводу, да, депозита в размере доллара это всего лишь маркетинг, да? Ну, конечно, это вопрос привлечения. То есть, с одной стороны, это логично, потому как на любом финансовом рынке трейдер не научится торговать, если не начнет торговать реальными деньгами. И пусть даже это доллар психологически, это реально. Серьезно, да? А есть многократные варианты демо-счета, да, которые, опять-таки, ну, принято так считать, что подожди реальными деньгами, давай вот на демке там как-то потренируйся. Ну, вы знаете, демо-счет это все равно не тот фактор, с которого стоит начинать торговлю. Почему? Ну, вообще, чтобы понять вообще функционал торговой платформы, демо-счет вполне реально использовать. И понять, как это работает, как открываются сделки, как работает анализ технический, да, что нажимать. Но с точки зрения торговли, мы сами прекрасно понимаем, когда мы торгуем ненастоящими деньгами, это психологический фактор не действует абсолютно. То есть именно психологически, да? Конечно. Нам не жалко потерять эти деньги, да? Нам не жалко входить в рынок, когда, соответственно, перспектив для входа никаких нету, да? Человек просто начинает торговать, нажимая на кнопку. И вдруг у него получается, да? И ему кажется, что он супертрейдер. Да-да-да, извини, пожалуйста, я где-то читал, Кирилл, есть такая, ну, я не знаю, это, наверное, психологическая какая-то, да, зависимость, демозависимость. И людей, которые долго, и не могут они по какой-то причине, наверное, тоже психологической, если долго сидел на демо-версии торговой платформы, да, долго торгал, на реальных деньгах не может человек себя. Их производители называют демщики. Есть такое дело? Есть такое, да, действительно есть. Реже в Форекс это встречается, потому как, действительно, мы говорим о пороге входа, который ниже, чем порога входа на фондовый рынок. И в любом случае такая категория есть. И, как правило, демо-счетов, конечно, в компаниях у Форекс-брокеров открывается безумная количество. Да, да, именно безумная, да, я сказал, приличная, наверное, безумная. Потому что, да, я где-то видел как раз в одной из форекс-брокеров, ну, как правило, логин там, да, когда регистрируется, и там огромное количество цифр, там что-то порядка там 8-9-10, то есть там миллионный счет какой-то, 10-миллионный счет. Реальных клиентов, наверное, не такое количество реальных клиентов. Нет, конечно, конечно, нет. Просто не забывайте о том, что финансовый рынок, в принципе, и Форекс в частности, это не только способ заработка денег, да, то есть вот я пришел для того, чтобы четко зарабатывать. Нет, вовсе нет. Это еще и другие блага для человека, да, то есть я начинаю разбираться в финансовых рынках, я начинаю разбираться в политике, я начинаю разбираться в экономике, я начинаю следить за этим, соответственно, я повышаю свой уровень, и я могу в компанию друзей. Кирилл, 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 и я продолжаю, да, я начинаю разбираться в экономике, в политике, мне надо все время следить, и в конце концов у меня квадратная голова, вот так я думаю, боже мой, ну кто меня сюда затащил, сидел бы я спокойно там, не знал бы, да, всех этих тонких моментов, да, теперь мне надо ждать, когда там господин Бернанке будет выступать, ночь не спать, да, потому что там, я не знаю, в Австралии будет заседание Центрального банка, да, в половине второго ночи, я раньше спал, а мне надо сидеть, переждать, как австралийский доллар будет реагировать. Вернемся все-таки к порогу входа, смотрите, ну, если опять рассуждать, с точки зрения, ну, уже не обывателя все-таки, да, а человека, который хочет зарабатывать деньги. Доллар я положил, ну, что я там могу заработать? Даже если я в процентном отношении показываю приличную доходность, ну, научился, может, у меня есть опыт там работы на другой площадке, я там 100% в год зарабатываю, это же приличные, да, результаты, но в абсолютных целях это будет 2 до. В общем, да, в общем, да, но, опять-таки, это исключительно, давайте назовем, вот есть демо, а есть продвинутая демо, да, вот можно называть это как-то так. То есть доллар реальных денег — это некая продвинутая демо, правильно я понимаю? Типа того. То есть здесь уже некая психологическая уже есть, да, составляющая, потому что это настоящие деньги, они небольшие еще, но уже настоящие, я уже не так буду, да, направо-налево там. — Сложно говорить, что именно от доллара появляется психологическая демо. — Наверное, там 100 долларов, я знаю, там средний минимальный. — Хорошо, да, но когда реальные деньги уже действительно имеют место быть, то человек начинает по-другому торговать, и здесь работает уже его психология, как он психологически настроен к торговле, как он может, соответственно, вести свою стратегию полноценно, да. Он уже начинает думать и задуматься над каждой сделкой, а не просто нажимает кнопки. Вот, в принципе. — Это положительная часть. — Это положительная часть. — Есть отрицательная. — Этот доллар он теряет, потому что чем меньше средств... — По этому поводу тоже есть известные анекдоты, что что вы можете потерять, да, в принципе, на финансовых рынках 100%, а заработать можете десятки тысяч. — Совершенно верно. — Так вернемся к малому. Ладно, бог с ним, доллар — это 10 или 100 долларов, еще раз повторю. К малому размеру депозита брокер уже, так сказать, позволяет своему клиенту зарабатывать на рынке. Но, 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 вот я веду к чему. Есть на любой финансовой площадке, да, так называемая маржинальная торговля, ну, или кредитное плечо, пресловутая. И, наверное, об этом тоже стоит поговорить, потому что, опять-таки, слышал неоднократно от продвинутых людей уже, которые к Форексу, так сказать, присматриваются только издалека. Вот, но, тем не менее, да, говорят так, вот я торговал, там, допустим, на бирже здесь или на срочном рынке, здесь один к одному, один к трём, там один двадцать, а здесь мне прилагают один к сто, один двести, один пятьсот. И возникает вопрос, а что, что это вообще за странное такое соотношение, да, и не похоже ли это на, не хочется говорить каких-то, да, обидных слов в адрес рынка Форекс, ну, и вы как люди непосредственно этим занимающиеся, наверное, тоже могли бы обидеться на меня. То есть, каким-то вот попахивает таким, да, Кирилл. На самом деле, действительно, Форекс является высоко рискованным рынком. Никто, как бы, не умалчивает это, безусловно. И как раз-таки к вопросу, да, регулирования, о котором мы сегодня наверняка поговорим. Во многих странах кредитные плечи, они зарегулированы. То есть, есть как меньшие кредитные плечи, так и большие. То есть, грубо говоря, там 1 к 10, 1 к 20, 30, 50, 100. Ну, а что такое зарегулированные они? Ну, то есть... Законодательно установлено правило, да? Да, безусловно, да. Собственно, регулятор устанавливает правило, что выше определенного размера кредитного плеча компания, ни одна компания, которая зарегистрирована, да, на этой территории регулирована. Предоставить не может? Не может, совершенно верно. А какие цифры там, если не секрет? А знаете, разные. В разных регуляциях... Ну, 1 в 100 есть ведь? Безусловно. Есть и такие. Для Форекса это нормально, да? Есть и такие. Вообще, вот, для Форекса 1 к 100, в принципе, это стандарт. То есть, стандарт, к которому привыкли, скажем так, не только брокеры, потому что, понятно, чем больше оборот, тем больше брокер зарабатывает, да? Безусловно, безусловно. Вот, но привыкли клиенты. И, мало того, я вчера вот на форуме опять-таки говорил такую вещь, что из 100% обращений по поводу увеличения или уменьшения кредитного плеча к брокерам за 12 лет работы моей на этом рынке, я вот слышал достаточно много таких обращений. И об увеличении, и об уменьшении. Да, 20% просят уменьшить, а 80% увеличить. Увеличить все же, да? То есть, больше, чем 1 к 100, понимаете, да? То есть, это тенденция рынка, это высоко рискованный рынок, и те, кто на нем участвуют, надеюсь, надеюсь, большинство ее с вами понимают. Да. Ну, безусловно, и тем более, всегда же предупреждаю, да, если вы... Предупреждение о рисках, да. Собираетесь торговать. Конечно, это обязательно. Конечно. Ну, давайте так, риски. Риски. Первое дело, я так понимаю, в трейдинге, это первое дело оценить риск, правильно? Почему? Ну, риск, наверное, рынка Форекс не только в том, что, да, брокер предоставляет вот такие условия маржинальной торговли, а еще и потому, что рынок Форекс сам по себе, вот он, да, живет такой активной жизнью, что называется. Волатильный. Волатильный, вот такой термин еще есть, профессиональный. Да, что неожиданное движение против тебя очень легко, да, и это движение достаточно интенсивное, так что деньги тают, что называется, на глазах. Но, тем не менее, почему, если опять сравниваем, один и тот же брокер, предположим, да, он оказывает услуги торговли на московской, ну, и на фондовой бирже, на срочном рынке, ну, берем Россию, ладно, и на Форекс, он говорит. И на московской бирже, да, на российской бирже он предложит один к одному своему клиенту, на срочном рынке там один к двадцати, а на Форекс один к ста. Почему? Дим? Вы знаете, ну, вероятно, это все связано с тем, то, что торговля на бирже, она уже регулируемая, и она предполагает определенные риски, которые на себя может взять брокер, и которые он может, соответственно, переложить непосредственно на клиента. Вот. На Форексе, на самом деле, хочется вернуться именно к рискам, которые обычный потребитель получает, когда он приходит на Форекс. Как мы уже знаем, то, что все банки, да, банки являются участниками валютных торгов, вот, и они ежедневно совершают большое количество операций с валютой, вот. Где второй стороной по сделке, как правило, является крупный контрагент. Он может быть зарубежный, да, может быть российский, это абсолютно не важно. Что касается дилинговых центров, да, на этом рынке, то мы не знаем, кто является второй стороной, и есть риски, что ее нет совсем. И когда нет... Это так называемая кухня, да, насколько я слышал? Да, 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 есть такое понятие, вот, оно часто везде встречается сейчас, вот. И когда нет второй стороны по сделке, да, то клиентские деньги, вот, могут... Дим, извини, пожалуйста, прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Конечно. Итак, друзья мои, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Говорим мы сегодня о рынке Форекс, его перспективы в Российской Федерации. Представлю еще раз гостей в студии Дмитрий Лукашин, начальник управления по операциями на финансовых рынках Первого клиентского банка и Кирилл Агеев, вице-президент Альфа Форекс. Напомню, и телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Ну что ж, Дим, давай продолжим, это интересно. То есть мы говорим о том, что есть, ну, я не знаю, насколько принципиально они отличаются, да, эти модели взаимоотношений с розницей, но, тем не менее, есть термин. Ну, конечно, в любом случае. Есть банковский Форекс, да, есть брокерский Форекс. Да, в любом случае мы понимаем, что все клиентские деньги формируются в общую валютную позицию, которую нужно обслуживать, правильно? Вот. Когда мы говорим, как я уже говорил, про дилинговые центры, где мы не знаем, есть ли вторая сторона сделки или нет, и не дай бог, конечно, если ее нет, для клиента это большие риски. Потому что все те риски, которые на себя берет непосредственно дилинговый центр. И при большом выигрыше клиента, а если клиентов еще будет много, он на себе, на своих плечах несет эти риски, и не всегда получается ему эти риски обслуживать. То есть, другими словами, он, как бы, вот этой вот стороной второй, да, контрагент выступает сам, да? Да, да, да. Как бы. Как бы. Против своих клиентов. Да, у банков же, в свою очередь, всегда есть контрагенты и всегда есть открытая валютная позиция общая, вот, потому что это свойство именно от торговли банковской, да, функциональной, вот. И риски, риски для клиента здесь очевидны в данной схеме. То есть, выбирая банковский форекс, клиент может быть уверен в том, что его, его позиция в любом случае отражается на общем рынке, вот. Вот, это одна, одно из основных свойств, да, что касается расположения денег, например, не до конца известно, где дилинговые центры хранят клиентские деньги. Совершенно верно. Банковский форекс, вот, мы, мы, как первый клиентский банк, в свою очередь, предлагаем, и не скрываем ни в коем случае, то, что счета компании, форекс-компании открыты прямо в первом клиентском банке. И никуда деньги не уходят за рубеж, да, нигде потом ни на каком Кипре их не нужно будет искать. Деньги находятся в России, и никуда ни отсюда, абсолютно не денутся. То есть, это определенная уверенность, которую мы можем предоставить своим клиентам. То есть, мы говорим сейчас, да, ну, ты, по крайней мере, да, сейчас говоришь о преимуществе некого вот этого банковского форекс. Да, да, в том числе. Но, с другой стороны, насколько я правильно понимаю, Кирилл, смотри, я, как человек, который хотел бы работать на форексе, в любом случае, непосредственно на форексе, я никогда не окажусь, ну, что называется, да, то есть, я, как бы, на межбанк, да, сам самостоятельно торговать не буду. То есть, для меня важен именно вот этот самый посредник. Банк ли это? Банк-посредник имеется в виду, да, или дилинговый центр, или брокер, там, как его называют. То есть, в конечном итоге, все упирается в то, что все эти риски, о которых сейчас, да, Дима говорил, они, ну, зацикливаются, завязываются на компании-брокере, правильно я понимаю? Совершенно верно. Существует, собственно, две схемы, как таковых, генерирования дохода брокерской компании, форекс. Первая схема, это непосредственно, как Дмитрий сказал, все правильно, управление, собственно, позицией, да, то есть, хеджирование своих рисков непосредственно. И зарабатывание со спреда. То есть, по сути, ну, если на простом языке, комиссионный доход. Комиссия, да, да. Ну, это ты сейчас говоришь о посреднике, да, о брокере? Нет, это я говорю о том, как работает банковский город. Банковский город, да. В принципе, в принципе, и брокер работать может абсолютно так же. Просто существует две схемы, неважно, банк это, брокер, и масса тому примеров за рубежом. Существует вторая схема, то есть, это клиринг чистой воды, то есть, что это значит? Существует пул клиентов у брокера, да, которые торгуют по валютным парам, по любым финансовым инструментам. Соответственно, формируется определенное количество ордеров, там, на покупку-продажу, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Происходит взаимозачет вот этих вот ордеров, кто проиграл, кто выиграл, и, собственно, доход компании... В том числе комиссионный. Да, он, собственно... То есть, он тоже туда входит. Да, конечно. То есть, доход компании формируется от результата торговли клиентов. То есть, если образовался убыток, то он остается в компании. То есть, компания сама на это идет, получается? Да, то есть, получается так, что эта схема абсолютно как бы нормальная, ее используют легальные, многие брокеры, да, это нормально. Но вопрос в другом. Может ли на себя эта компания, этот брокер взять... Этот убыток взять. Да, взять эти риски. Да, да, да. Вот. То есть, в принципе, существуют схемы, и когда совмещают эти две, собственно, схемы генерирования прибыли. Это нормально. Но вот вопрос как раз-таки на Западе это все зарегулировано, да, в цивилизованных странах, которые давны, имеют огромную биржевую историю, да. И мы, как физические лица, приходя к брокеру, мы понимаем, что у него с риск-менеджментом внутренне все в порядке. То есть, я несу... В смысле, у меня есть рыночные риски потерять деньги на рынке, но у меня нет рисков потерять эти деньги, если с этим брокером что-то случится. Совершенно верно. То есть, здесь стоит вопрос надежности. Вот. Вот это очень важный вопрос для любого трейдера, любого начинающего профессионала. Не важно. Ну и, собственно, ты уже, да, эту тему поднял. Давайте об этом сейчас поговорим. Вот это вот регулирование рынка Форекс, да, это наверняка все-таки касается, прежде всего, профессиональных участников рынка, да? Безусловно. Вот основные моменты, да, Дим, основные моменты связаны с тем, что нужно зарегулировать, да, как это может быть за рубежом, наверняка мы будем тоже на это дело смотреть. Ну, смотрите, основной момент, я считаю, это налогообложение, то есть налогообложение как основной момент. Необходимо понимать, какой, во-первых, разработать процесс сальдирования, что это такое. То есть, сегодня вы заработали на рынке, а завтра потеряли, причем это сегодня может быть неделя, месяц, год, да, соответственно, и второй период будет такой же, соответственно, с чего вы должны заплатить налог, потому что очевидно, что с разницей между заработанными и потерянными деньгами вы должны заплатить, вот, именно с этой суммы, да, с остатка заплатить налог. То есть, налогобложение... А сейчас выглядит как, что я заработал, заплатил налог, а потом потерял это? Сейчас выглядит в большей степени так, поскольку услуга Форекс предоставляется в 90% случаев нерезидентами, то они не являются налоговым агентом. То есть, наш гражданин российский должен сам прийти в налоговую, заполнить декларацию, где должен указать свои доходы, причем он сам принимает решение, за какой период и как их сальдировать. То есть, в принципе, по декларации никто не будет проверять. Он берет... Серьезно? Да, он берет... Подожди, а нет у нас, ну, стандартный, да, НДФЛ, я так понимаю, да, ведь этот налог... Налог на доходы физических лиц, да. Есть у нас стандартный, да, налоговый период, это год календарный. До апреля месяца следующего года ты должен задекларировать то, что ты за этот прошедший год. Вот по этой схеме нельзя работать? Или я могу как-то иначе, да? Нет, просто суть в том, что нет однозначности в законе. И проверить это никак нельзя, вот в чем важно. Вот это самое главное, чего мы хотим вообще все участники рынка. Правила, единые правила. Да, то есть вопрос налогообложения, что облегчит жизнь и клиентов, и, собственно, брокеров. Да, для того, чтобы являться полноценным налоговым агентом, этот вопрос, конечно, в регулировании очень четко должен быть указан. Помимо сальдирования нужно необходимо расписать налоговый период и будет ли возможность переноса финансового результата на следующий, соответственно, налоговый период. Здесь тоже очень важный момент. Как только эти результаты в регулировании будут озвучены, тогда будет какая-то ясность. Потому что те регуляционные документы, которые уже готовились на протяжении некоторого времени, были представлены, часть из них уже представлена была в Государственном доме, формировались компаниями, которые называются саморегулирующиеся компании. То есть организации, саморегулирующиеся организации. Эти компании, которые хотят выступать посредником между, соответственно, государством и участниками рынка Форекс, то есть брокерами. Эти компании хотят на себя взять экспертную оценку ответственности этих непосредственно участников всех, да, и государству предоставлять всю необходимую информацию по регулированию. То есть они какие-то преференции, да, на себя? Да, конечно, и они, поскольку они сейчас на данный момент ведут себя как самые заинтересованные, да, соответственно, в этом деле лица, да, то непосредственно весь, все документы, которые предоставляются, да, на обсуждение, вот, они в большей степени содержат информацию про то, как эти компании будут существовать, как они будут регулировать и какие, соответственно, функциональные особенности у них есть. И в меньшей степени, да, задачу глобальную решат. Да, непосредственно, то есть для обычного потребителя нет необходимой нужной информации, которую он так ждет, то есть как он будет уверен, как будет формироваться отчетность этих компаний, как прозрачность будет реализована, да, и каким образом будут публиковаться, допустим, данные, как он сможет их использовать, обычный потребитель, как он будет налогооблагаться, да, то есть как он будет платить налоги, как гражданин Российской Федерации. То есть речь идет исключительно о том, как будут себя вести саморегулирующиеся организации и как они будут взаимодействовать с органами исполнительной власти, которые должны выбрать государство. Понятно. Ну, тут, если... Подмена понятий каких-то, да, очевидно? Если позволите, я Дмитрия дополню, то есть в принципе, чтобы радиослушатели понимали, что это нормальная практика существования СРО, да, вот этой организации, которая, да, собственно, регулирует, является регулятором рынка, да, который работает по определенному закону, принятому в данном государстве, на данной территории. И, в принципе, все правила торговых условий, регламентов отношений клиента с брокером, который состоит в этой организации, должны быть предоставлены от этой организации. Вот. Поэтому, в принципе, ее существование, это нормально, это хорошо, это прекрасно. Мы ни в коем случае не против существования таких организаций, это однозначно, потому что она должна существовать. Самое главное, что есть два важных момента. Два важных момента в представленных законопроектах тем, что... Они в том, что один законопроект говорит о том, что давайте отдавать, собственно, лицензию дилерам, дилерскую, да, то есть они будут стороной по сделке, они будут маркетмейкерами, то есть та же ситуация, что, на самом деле, которую мы обсудили сегодня, да, вот, и они же будут нести риски. Второй законопроект говорит о том, что мы будем рады, если у нас появятся брокеры, которые будут, по сути, посредниками между клиентом и, допустим, банком, либо там любым из брокеров, то есть маркетмейкером. То есть схемы абсолютно разные, и первая схема, они обе имеют право на существование, но первая дороже для обслуживания. — Для кого? Для участника рынка дороже, да? — И для участника рынка, и для, собственно, брокера и так далее. То есть это дорого, это целый институт нужно организовать, да? Вот, вторая дешевле, но, скажем так, ни в одной из этих схем, например, нет ни слова о банках. То есть о банках как будто бы забыли. То есть мы-то не против, давайте регулировать. Нам-то достаточно будет вопроса, вот Дмитрий сказал, о налогах. То есть нам, в принципе, этого достаточно. Вот мы определимся с налогами, и все-все у нас будет вообще шикарно. — А пока единственная фраза, которая есть в этих документах, это то, что брокер будет выполнять функции налогового агента, и все. То есть это вот единственная фраза, которая касается вопроса налогообложения. — Есть про сальдирование, но... — Ну да, и вопрос про сальдирование есть, но как это конкретно будет работать, да, то есть здесь, к сожалению, нет ясности пока. — Ну смотрите, ясности нет, я так понимаю, да, все-таки это вопрос такой не сиюминутный, да, это естественно. — Ну конечно. — Но у меня складывается впечатление, что люди, которые сейчас готовят все вот эти поправки, да, все эти, так сказать, законодательные акты, они не совсем в материале, Кирилл. — Нет, я так не скажу. Дело в том, что документом занимаются, собственно, участники этого рынка, то есть как эксперты, да, то есть нет, там все в порядке, там все в порядке, там все достаточно прозрачно и понятно. — Но, как мы понимаем, любой документ, он предполагает участие большего круга, более широкого круга специалистов. — Соответственно, разные точки зрения, да? — Форекс, да, да, да. — Да, да, да. Вот. У которых есть, ну пусть не противоположные какие-то оппозиционные, да, мнения, но несколько отличные от существующих. — Я понял, я понял. Хорошо, давайте мы еще раз прервемся, значит, время послушать новости на Финам.ФМ, но потом, к сожалению, времени останется немного. — Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Обсуждаем перспективы рынка Форекс в Российской Федерации. И у меня в гостях сегодня Дмитрий Лукашин, начальник управления по операциям на финансовых рынках Первого Клинского банка и Кирилл Агеев, вице-президент Альфа Форекс. Телефон 165-10-99-6. Звоните, есть еще у нас 12 минуточек. Ну, давайте продолжим. Все-таки, действительно, проблема регулирования, а уж тем более, если речь идет о финансовых рынках, это проблема номер один, правильно? И с точки зрения его участников, профессиональных участников, в частности, в вашем лице, и с точки зрения, конечно, конечного потребителя, о котором мы, значит, сегодня говорим, о котором мы переживаем. Так вот, вернувшись, да, к разговору о регулировании, значит, я так понимаю, сейчас основная задача вокруг налогообложения, да, основной разговор вокруг налогообложения. Ну да, как основную задачу я это озвучил уже, да, то есть для нас это является, ну и для нас, и для потребителей непосредственно это является основным критерием, да, что же будет дальше. То есть мы, необходимо понимать, что будет с налогообложением. Ну вот, я хотел бы еще сказать, что, в принципе, налогообложение это такая, действительно, важная вещь, но самая важная вещь это вопрос надежности. Так, надежности не только, там, в плане выживаемости компаний, которые предоставляют эти услуги, да, на Форекс, а надежности в плане их качествовых услуг. То есть регулирование, оно регулирует именно отношение клиента с брокером. Так вот, сегодня у нас, по сути, вот, любой, там, недобросовестный брокер может делать со своим клиентом все, что хочет, вплоть до, там, невыплаты средств. И никто его за это не накажет. И никто за это не накажет. То есть мы говорим о том, что, безусловно, на рынке таких уже практически не осталось, да, это вопрос, там, десятилетней давности. Вот, но такая ситуация, она возможна, да. То есть мошенники есть, в принципе, на любом рынке, в любом смысле. Кирилл, смотри, а почему, собственно, смотрите, ну, если мы говорим, там, о рынке фондовом, да, есть ФСФР, вот, причем она уже, так сказать, имеет историю работы. Сейчас эти функции, как мы слышали, там, отдают Центральному банку, но, тем не менее, этот орган есть, действительно, он, так сказать, какие-то правила постоянно, да, постоянно транслирует, если надо, что-то меняет. В общем, за всем эти следи. А на рынке Форекс, ну, в российской Федерации, в частности, такого регулятора нет. Почему? Потому что Форекс, это некая глобальная история такая, да, всемировая, и ее зарегулировать, в принципе, невозможно. Нет, вовсе нет. Это же ритейловая, по сути, услуга, ничем сильно не отличается, собственно, от других рынков, там, от Форца и так далее. Да, да, да. Суть в другом, что многие годы уже, вот, как, не знаю, лет семь, наверное, назад поставили вопрос о регулировании, то есть нужно зарегулировать, там, нужно кому-то отдать это, кому-то отдать, но никто не берет. А-а-а. Знаете, то есть государство не может исполнительный орган выбрать. То есть даже до государства не доходит, то есть, по сути, все переговоры, вот, до сих пор, как бы, никто не знает, кто, кем, какой регулятор должен быть. Да, да, да. Фейсфер, ЦБ, там, СРО. Форекс же сейчас абсолютно вне закона, да, вне закона относительно. Причем о лицензиях ты заговорил, я вспоминаю опять, да, какое-то там далекое уже прошлое, и брокер на рынке Форекс имел букмекерскую лицензию. Да, было такое. Было такое, сейчас такого нет, я так понимаю. Нет, слишком высокие квоты. На самом деле, это нормальная практика для Великобритании, 70-х годов, это абсолютно нормально, крупные брокеры имели именно так называемый спредбетинг, да, то есть ставки на разницу цен, разница любых, в принципе, финансовых инструментов. Да, 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 CFD, да, собственно, в Британии были и придуманы. Все, что угодно, Contracts for Difference, да, то есть это нормальная практика, ну, вот, у нас в России такое вот случилось. Ну, смотри, извини, пожалуйста, смотри, это нормальная практика, ну, действительно, в принципе, если так посмотреть, да, о сути мероприятия, да, оно как выглядит. Я ставлю на то, что валюта будет расти, а против меня там кто-то, да, мне продает, он думает, что она будет падать, вот и все. Ставка, да. Это некая, да, парень так. Ну, вы же ставите не просто, как бы вниз или вверх, да, вы оцениваете рынок, проводите фундаментальный анализ, то есть это интеллектуальный вид деятельности, это тоже нужно понимать, это не 100 долларов на красное. Конечно, конечно, сравнение с казино, кстати, я очень часто слышал, когда форекс сравнится с казино, у меня сюда все время меня вот так передергают, говорят, ребят, нет, вы не правы, не правы, потому что, ну, что в казино, действительно, ты выбрал, поставил, либо пан, либо пропал, да, или, как мы приятели говорят, либо пан, либо профан. Вот, а здесь ты можешь рисками управлять. Конечно, конечно, причем каждая сделка, она действительно отражается на общем рынке и влияет на него, да, и совокупная сделка всех клиентов может, как бы, много чего изменить, да, если объем очень большой и так далее. Ну, нет, я с тобой согласен абсолютно, я сознательно сейчас упростил, но тем не менее, все же, смотрите, если даже, условно говоря, брокерские компании видят букмекерские лицензии, потому что, еще раз говорю, ну, по сути, это имеет место быть. Почему нельзя управлять компаниями, да, у которых букмекерские лицензии? Есть какой-то наверняка опять отсмотрный орган, да, управляющий орган, который скажет, вот у вас такие правила. Знаете, сложно сказать, сложно сказать, наверное, все-таки потому, что финансовые рынки намного более сложные. То есть регулятор, он же не просто устанавливает правила, он же проводит аудит. А вот, чтобы аудировать деятельность этой компании, да, насколько правильно они принимают эти ставки, интерпретируют цены и так далее, что они выдают в итоге клиенту, как вот предмет ставки, это очень важно. То есть это не менее, наверное, сложно, чем организация вот нового регулятора, да, то есть вот то, чем сегодня занимаемся мы, как участники этого рынка. Я вот, да, слушаю уже, да, почти сейчас мы с вами, я думаю, что это сложная задача, очень сложная задача. Очень сложная, действительно, да. Столько нюансов надо. Но в ней заинтересованы все, и брокеры, и клиенты, и банки, кто угодно, то есть нам хочется регулировать. Да. Это нормально. И хочется, чтобы более активную позицию, соответственно, относительно этого вопроса держало наше государство, потому что, к сожалению, далеко не на всех встречах, далеко не на всех круглых столах присутствуют представители нашего любимого государства. Дима, хорошо, давай, представитель государства, а из какой сферы все-таки этот представитель должен быть? Ну, я думаю, из финансовых рынков, как минимум, конечно. Представитель, я думаю, представитель уже существующего регулятора мог бы внести какую-то ясность в данный вопрос, да, либо те эксперты, которые занимаются разработкой законопроектов, связанных непосредственно с Форексом, и которые выдвигали, и, ну, поскольку несколько законов уже чтения прошли в Государственной Думе, вероятнее всего, этими законами кто-то уже занимался, вот, кто-то их изучал, кто-то сформировал свое мнение относительно этих законов, и мы бы хотели его послушать. Да. Я, честно говоря, тоже уже захотел его послушать, я думаю, по своим каналам я постараюсь, обязательно постараюсь этого человека найти, и даже, может быть, и сюда его и пригласить, и вас тогда в том числе подключу к этому разговору. Осталось немного времени, смотрите, у меня такой обывательский вопрос, если можно, расскажите мне, пожалуйста. Вот смотрите, опять для сравнения, мы берем любую биржу, да, там есть торговый стакан, там видно цены, да, покупку-продажу, и даже объемы видно, там, хотя сейчас какие-то айсберги, я слышал, делают на московской бирже, чтобы не было видно этого, не дай бог. На Форексе, ну, как минимум, на Форексе брокерском, да, никаких стаканов нет, и понятие об объемах у нас такое... Да нет, почему, честно говоря, объемы действительно есть, и формируется действительно стакан, потому что валютный межбанковский рынок, он состоит из спроса и предложения валюты, и любой оффер, да, он, соответственно, падает в стакан, и в нем находится с указанием того объема, который, соответственно, банк-контрагент хочет купить, либо продать. Ну смотри, схему эту я более-менее понимаю. Ну да, да, формируется стакан, и действительно видно объемы. Ну смотри, смотри, я опять собываюсь с точки зрения, если мы говорим о бирже, то там есть определенное количество участников ее, а рынок Форекс, это вещь-то необъятная такая, и вот что там, какое количество этих в эфирах или в бедах стоит народу, я не знаю просто. Ну, вы знаете, есть определенные сети, которые связывают крупные банки, да? Вот, и вот теперь вот тот самый вопрос, Дима, извини, как потоковые котировки-то берутся? В терминале я вижу потоковые котировки, потому что Форекс там, 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 везде вон Форекс, этот по этой цене поменялся, этот по этой, я об этом не знаю, а потом раз и вижу, вот поток пошел. На самом деле я могу рассказать, как это делается в Альфа-банке, простейшими вот словами, да, насколько смогу. То есть существуют контрагенты Альфа-банка, да? Это крупнейшие мировые банки, с которыми мы торгуем. Соответственно, существует агрегатор, агрегатор потоков цен от этих банков. Ликвидности, да. Ну агрегатор это ликвидности. Это какая-то технология, да? Что такое агрегатор? Совершенно верно, это верхнеуровневая торговая платформа. Платформа, сервер какой-то, да? Да, чтобы слушателям было понятно. Давай, давай. Соответственно, в этом сервере формируется средняя цена от, соответственно, best offer, да? Соответственно, эта цена и выдается уже в клиентскую платформу. Вот если простейшим языком происходит это так. То есть конечный пользователь получает эту цену. Да, мы действуем по такой же схеме, действительно происходит. Мы берем потоки ликвидности от крупнейших контрагентов и агрегируем непосредственно, предлагая клиенту лучший бит и лучший offer. Понятно. Соответственно, при этом сужается спред для клиента. Тем самым, вот чем еще банки хороши, они могут предоставлять более конкурентные условия. То есть о спреде ты говоришь? Да, да, я говорю исключительно о спреде, потому что от количества контрагентов действительно величина этого спреда зависит. Потому что рынок вне биржевой и у всех разные котировки. Безусловно. И вот именно они формируют и спред общий. Всегда хочется, знаете, так вот непосвященным своим сознанием понять, как это работает. Ну, я понимаю, как биржа работает, потому что, ну, биржа это биржа. Кстати, по поводу спредов, да, лучшие торговые условия банк может предоставить. Именно поэтому спреды плавающие сейчас? Да, конечно, потому что на любую клиентскую сделку происходит исполнение на контрагента. И исполняется по цене контрагента. Поэтому, соответственно, спреды полностью являются плавающими, поскольку они еще при этом изменяются постоянно. То есть это не связано с тем, что брокер в какой-то момент его раздвигает, желая побольше заработать? Ну, нет. Вот мы говорили о кухнях. Вот, собственно, кухня грешат такими вещами, да, то есть чтобы помешать заработать клиенту. Ну, или меньше заработать. Ну, да, могут расширить спред вполне. Вот, именно, опять-таки, вот именно вот такие вещи нужно регулировать. То есть это должно быть прописано. А это, в принципе, тоже может быть, да? Конечно. Вот в этом самом документе, да, о котором мы сегодня говорим. Конечно, это должно быть. И нюансов очень много. То есть мы осветили далеко не все сегодня. Ну, мы ключевые все же, наверное, да. Но на самом деле вот таких вот деталей маленьких, их достаточно много. И действительно, как бы человек, разбирающийся в этом рынке, должен все-таки писать это законодательство, да, как это и происходит. Но хочется, чтобы все-таки больше было деталей, нежели чем общих слов и предложений. Безусловно, безусловно. Ну, опять-таки, детали все равно, да, появятся в этом документе только благодаря тому, что обсуждать его будут профессионалы. Потому что у непрофессионала, да, какие-то общие фразы только будут возникать. Безусловно, конечно. Так, ну что ж, времени у нас совсем мало, да, минутка, 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 да. Ну, по большому счету, уже ничего, так сказать, принципиально важного мы сказать не можем, поэтому давайте я буду заканчивать. Итак, прежде всего, огромное спасибо. Кстати, тема неисчерпающая себя, да, и сегодня мы поговорили там о малой ее толике. Если не возражаете, да, друзья мои, я вас еще через какое-то время с удовольствием приглашу. Мы тоже с удовольствием. И с радостью, да. Давайте, и мы о деталях поговорим, потому что вот их огромное количество, может быть, нас и в эфире-то услышат, и детали сфокусируют, да, зафиксируют. Спасибо вам. Итак, Дмитрий Лукашин, начальник управления по операциям на финансовых рынках Первого клиентского банка, и Кирилл Агеев, вице-президент Альфа Форекс. Сегодня были в студии Сухого Остатка, ну и мы обсуждали с вами перспективы рынка Форекс Российской Федерации. Перспективы есть, надо двигаться в этом направлении, я вынес для себя из этого эфира. Спасибо, спасибо за внимание, успехов на рынке.